приветствую вас дорогие друзья но в этом видео как и обещал мы с вами обсудим то о чем говорили касаемо диафрагмы и и патологии ну про диафрагму говорить не буду можно посмотреть будет в предыдущем видео про причины и и отключения вялости и вообще плохой функциональности первую очередь первая причина самое главное это диафрагма дж-мышца понимаете а раз мышцы значит должен быть нерв который эту мышцу контролирует до которой и управляет этой мышцы значит соответственно какой-то нерв он так и называется диафрагмальный нерв их два этих нерва 21 нерв здесь находится это левый диафрагмальный нерв другой здесь это право диафрагмальный нерв и вот они идут вниз эти два нервы и управляя диафрагмой значит в чем может быть причин почему почему возникает вялость этих нервов да почему возникает их ну скажем так компрессия но дело в том что они образуются вот в передней части шеи вот я покажу здесь здесь наверное не очень хорошо видно будет нам лучше на макете покажу вот это затылок у нас вот это корешки нервов корешки нервов которые называются нервами соматическими то есть они управляют именно движениями да а диафрагмальный нерв он нерв симпатический да то есть он не подчиняется нашему сознанию вроде как не подчиняется вот и выходит отсюда здесь есть отверстие выходит отсюда и образуется симпатическое шейное сплетение в который из которого и образуется диафрагмальный нерв вот если вот здесь вот вот здесь вот между первым позвонком и черепом между первым позвонком и черепом возникают определенные проблемы трудностей то зачастую вот эти симпатические нервы они блокируются это первый момент второй момент могут заблокироваться на уровне 3 4 позвонков третий момент могут заблокироваться на уровне 5 6 позвонков вот вообще шейный остеохондроз он приводит к той или иной степени блокировки и дисфункции вот этих вот диафрагмальных нервов а к чему это приводит ну то есть если грубо говоря у остеохондроз у человека годами же развивается годами вот допустим он может быть более правосторонний или более левосторонний да то есть если более будет у человека левосторонний то у него будет тогда то о чем я говорил в прошлом видео да то есть у него будут симптомы что изжоги там и так далее вот если у него будет блокировка левосторонний то что у него будут тогда у него будет вернее, правосторонние, тогда у него будет, скорее всего, варикозная болезнь нижней конечности в той или иной степени. Вот как связано это именно с шеей. Если же оба будут заблокированы, тогда еще и запоры присоединятся у человека, потому что вообще она не будет работать, да, то есть будет вялая, как тряпочка, там, только так, по чуть-чуть функцию выполнять, и все. Вот, то есть для того, чтобы разблокировать такую заблокированную вялую диафрагму, в первую очередь нужно освоить техники, освоить техники, как работать вот с шейным сплетением симпатическим, да, как активизировать диафрагмальный нерв. Ну и, естественно, необходимо, необходимо выполнять гимнастику для шеи. Это само собой, то есть это вот сейчас я вам дал эту связь, чтобы вы поняли логически. То есть я поэтому и говорю, что тем, кто выполняет вот сейчас дыхательную гимнастику нашу в клинике, вот, я говорю, что сначала, прежде чем вы выполняете дыхательную гимнастику дома, домашнее задание даю в дыхательную гимнастику, я говорю, что сначала вы должны выполнить шейную, чтобы у вас заработал диафрагмальный нерв, потому что если вы этого не сделаете, то скорее всего это будет минимум на 50% менее эффективно. А уж полностью включить диафрагму без разблокировки полной диафрагмальных нервов, это вообще невозможно. Это вообще невозможно. Поэтому вот вот эта связь с шеей, с диафрагмальными нервами именно, вот она очень важна. Что еще хочу сказать здесь из симптомов, которые вы можете у себя обнаружить. Дело в том, что вот правый диафрагмальный нерв, проходя в области перикарда, может вызывать боли по типу сердечных. Вот здесь, вот в этой зоне где-то. А потом дальше он спускается, он не только диафрагму иннервирует, он еще идет туда, иннервирует печень и желчный пузырь. Вы можете испытывать боли в печени, в желчном пузыре, если у вас диафрагмальным нервом непорядок. Может быть дискинезия у вас развится, если у вас диафрагмальный нерв неправильно работает. Только по этой причине всего лишь. И гимнастика для шеи здесь она вот особенно в новом варианте нашем, она, конечно, эти проблемы устраняет. Вот если левый идет, да, то есть тоже перикард. Перикард это сердечный мешок, да, то есть боли по типу сердечных можете ощущать, хотя у вас будет здоровое сердце. Вот. Дальше что? Желудок. Желудок, двенадцатиперстная кишка. То есть что может быть? Может быть гастрит хронический и так далее. Может быть доденит хронический, гастрододенит. То есть гастроэнтерологические проблемы, которые вам гастроэнтерологи будут лечить, а в итоге у вас будет вялая диафрагма, заблокированный нерв, и вы будете всю жизнь глотать гастроэнтерологические препараты. Вот что я вам хотел сказать, друзья, в этом видео. Эти все моменты подлежат тонкому изучению и есть еще один очень момент важный, связанный с дыханием. Это момент, связанный с иммунитетом, с иммунитетом и регенераторными способностями организма. Связан он с тем, что здесь внутри, внутри, под верхней частью грудины лежит вилочковая железа, так называемая. Считается, что у взрослых она не работает. Но на самом деле это неправда. У взрослых она работает, просто она меньше, чем у ребенка. Меньше, чем у ребенка. И если у вас будет неправильная работа органов дыхания, то вот эта вилочковая железа будет страдать. Но об этом я расскажу в следующем видео. А на этом я с вами прощаюсь. С вами был доктор Шишонин. Будьте здоровы! Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. Для этого нажмите кнопку «Подписаться» под этим видео. После того, как вы нажали «Подписаться», вы подписаны. Нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео на свою электронную почту. Выберите «Получать все уведомления» и «Сохранить». Также в описании вам доступны ссылки на все проекты доктора Шишонина. Клуб бывших гипертоников доктора Шишонина. Видеофильмы доктора Шишонина. Запись на бесплатное обследование в клинику. Будьте здоровы!